Здравствуйте, как это? Нет, такой чувство сейчас ты сделаешь, нет, не надо. А как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вообще императрица северной столицы 2018. А это что такое? Так, ладно, давайте уже. Ой, можешь ли ты позволить в дружбе с молодым человеком секс? Нет. То есть это категорически против нет. А в дружбе? В ссоре? Мы смотря как поссорились. Понял, да. Я все время этим пользуюсь. Ну, основное движение. А кровотеческое. Я уже давно это сделал. Музыки тут не хватает. Товарищ капитан, товарищ капитан, мы вас берем. И учим командой зарабатывать так же. Я на гербалаеве нормально. Я на гербалаеве нормально сижу вообще просто. Можно я пойду? А мы на стиле. Даже не думаешь что-то отменять. У нас все остается в стиле. Тара-тара-тара-та. Я не помню мотив. Помнишь мотив? Это, короче. Такая песенка. Время и стекло. А мы на стиле. Ну да, да. Ты точно на стиле еще в том стиле. Как сказать? Ногти напилили, губы налепили, рэпчик тут толкнули. Ты что? Тебе что? Он просто тормозит. Мне кажется, сейчас проблема не в ручнике. Когда что-то работает как тормоз. Возможно просто в машине балласт. То-то я смотрю, ты как-то сегодня одет-то. Поговорить что-то. У меня сегодня не парадный выходной. Сегодня у нас вах. Извините. Простите. Надо сделать. По-любому. Зачем у тебя регулятор? Я считал бюджет всего мероприятия. Что сейчас надо сделать? Что купить? Надо еще на подкат ступицу купить. Потому что когда мы на диске ехали, а на диске нельзя ехать, ступицу разбило восьмерошную. Теперь надо купить ступицу и переводить на обычные штампы. Теперь у нас не такой крутой подкат будет, как я хотел. Потому что он теперь будет на штампах. А на дисках он был четкий. Вася, четкий. Прям вообще. В смысле? На подкате разбило ступицу? Да. Потому что там стоял диск литой. А надо штамповку. А надо штамповку. Да. Он только на штамповке может. Мужчины тут дали нам, в общем, мужчинам дали покататься на нем. И, кстати, вот сейчас калькулятор, коль скоро взял, ты бы сейчас в калькулятор еще плюсанул стоимость подката. Потому что кто-то слил, между прочим. Слил просто. Слил дырит в валанце. Я тебе хочу сказать на секундочку. Ты не говори мне. Ты понимаешь плюсанул. Завершение, подожди. Завершение зимнего сезона, буквально вчера, были подведены итоги. Крабан девятое место. Он в топ десяти. Вот, Радик. Он в топ десяти. Команда Крабан в общем результате занимает седьмое место на секундочку. И последний этап был этому тоже большой скачок. Седьмое место. И, значит... Можно вопрос? Какой вклад в это действие внес ты? Я внес... Кроме ноль очков. Не ноль очков, а восемьдесят один балл. Так что не надо. Но это только благодаря квалификации. Так, в этом-то весь и прикол. Я тебе серьезно говорю. Мы в этом сезоне уже на седьмом месте. В следующем сезоне мы будем топ-3. Господи, Радик, как ты вообще уже с утра? Понимаешь, он уже со своими жигами всех задрал. Понимаешь, ты-то ему хоть скажи. Так я что ему говорить? Он пока не замолкнет, пока не выдохнется самому. У него тоже, кстати, у друга корч появился. Пойдем покажу тебе. Все, расскажем. В смысле? У Шурина. Какой корч? Еще одна помойка? Вы посмотрите на это. Это же кошмар. Это автомобиль, в первую очередь. Я стесняюсь спросить, а с какой неисправностью? Нет, вернее, какая неисправность сейчас, вот в данную секунду, беспокоит хозяина вот этого корча? Машина едет, но не тормозит, издает миллион разных различных звуков и плохо управляется. Как клизма, короче. Нет, как жигулить. А вот это, пожалуйста, тормозной диск. Так это выглядит как уже готовый приз, только серебрянкой покрасить. Да, обрати внимание, пожалуйста, на колодки и как они изношены. Неплохо. Неплохо, да? Неплохо. Достаточно неплохо. Но это еще не все. В процессе эксплуатации, так как это все было, обрати внимание, запиленный суппорт об диск. Да это облегчение. Стритрейсеры часто так делают. Да, но в дрифте, помимо того, что тебе нужно ехать, тебе еще не нужно тормозить. Да? Скорее всего, да, школьники на парковках просто забывают об этом. А сколько лет Шурину Радика? 18. А, ну я почти угадал. Да, он получил права и решил заняться дрифтом. Ну, собственно... Мне всегда казалось, что дрифтом на парковках занимаются те, у кого нет прав. Ну или скоро не будет. Ну да, я думаю, что он будет на этапы ездить. Ну, хотя бы питерские, по крайней мере. Главное, чтобы не по этапу. Это да. Сюда нужно установить шпильки, потому что у нас это колесо отвалилось, как мы помним, по моей вине. Да, и пилим пружины. Ты все-таки хочешь запилить пружину? Я прям требую отпилить пружину. Да? Потому что, да, машина сейчас абсолютно неуправляема, что касание обычного движения. Вот. А это знаешь почему? Это, кстати, вот это тебе очень сильно мощности прибавляет. Знаешь почему? Это М-цвет BMW. А, ну да. И фильтр тоже, да, да, да. Слушай, стабили... А, ты стабилизатор будешь ставить? Стабилизатор не нужен. Нет. Как не нужен? Это же ралли спринт. И что? У ралли спринта там крутые повороты. А я ручками, ручками. Какими ручками? Колеса будешь держать ручками? Слушай, ну на самом деле... А есть еще один вопрос. Да. Ты же на заварке. Слушай, да, и это большая проблема. На ралли спринт на заварке? На ралли спринт на заварке. Ну, надо разобрать да посмотреть. Ну, я думаю, будет все. Макс! Тачка не нужна. Хорошая. Пушка-гонка. Белая бестия. Шурина Радика, да. Нет? Нет. Розовая. Розовая поинтереснее. Мы сейчас сделаем. Будет четко. Ты реально не помнишь, куда нам сегодня ехать? Серьезно? Ты же так кипяточил. Георгий Александрович, я буду так... Ну ты что, если нам куда-то надо ехать... Ты забыл? Если нам надо куда-то ехать, ты говори, я не помню. У меня пока вот сюда вся голова сейчас положена. Хорошо, иди клади ее дальше. Ну просто, ну просто произведение искусства. Вот что бы было сразу так не сделать, а? Вот объясните мне, идиоты. Металла жалко. Возможно, возможно, да. А может быть, я поеду за сайлентблоками съезжу, но у меня... Ты что, с ума сошел? Чего? Еще сайлентблоки покупать на эту помойку? А как вы на кольце решали такие проблемы? Были у вас такие? Слушай, мы решали их достаточно просто. Очень, очень просто. Брали. Вот так вот сделали. Здесь был асфальт или кирпич. Ага. Потом мы делали вот так. А! 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 Все. Я за кофе. Ну да, да, держи. Георгий Александрович, а долго держаться будет? На круг хватит. Ну ладно. Радик, я твоему корешу, кстати, рекомендовал бы сделать так же. Ну покажи это, что ты... Рычаги просто у него тоже говно. Что-то так не очень обварили, мне кажется. Ну... На круг хватит нам сказали. Пожирнее, пожирнее. Вот так вот. Шух, 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 шух. Прям вот здесь вот прям варишь вот этот вот торец. Он оставался-то отцом, а не был тем же, что оставалось. На. Сделаешь? Давай, Сарыч, не включи. Сделаю. Рай. Я, Алексей Михайлович, понимаешь, так мне не хочется заднюю подвеску на антип что делать. Я сейчас на сексолога посмотрел, как он все это дело крутит. Так не охота, вот искренне. Вон, посмотри на него. Уже восьмой стакан прибегает выпивать. Балакать не камушки ворочит, Тарас Евгеньевич. Алексей Михайлович, привет. Привет. А ты что, у тебя же выходной? Сегодня же кастинг. Я тебе с утра пытался это сказать. У нас же сегодня кастинг тёлочек на выставку, а ты вах, вах, вах. Что ты мне сразу не сказал? Я тебе вчера говорил, правда, утром. Ну, у тебя вах, у тебя вах, а у нас вах. Поэтому мы с Алексеем Михайловичем едем на кастинг. Не-не-не-не, мужчины нет, я с вами куда-куда без меня. Вы что, прикалываете что ли? Подожди, а как же первым делом самолеты, ну а девушки потом? Ну, Георгий Александрович, у меня корча, а не самолет. Поэтому сначала... А как же первым делом автоспорт, а тёлочки потом? Не-не-не, как раз таки... Ну, ты в принципе можешь... Нет, нужно делать исключение. Ты можешь сейчас допилить, а мы с Алексеем Михайловичем поедем на кастинг. И мы же справимся, Алексей Михайлович, мы же выберем. Ты что, не доверяешь нашему вкусу? Нет, Старперс команде я не доверяю как раз таки вашему вкусу. На выставке должны быть только чётенькие булочки, там вот это всё. Я знаю, я шарю. Как ты сказал, молокосос? Старперс команда? Старперс команда? Старперс Тим, Старперс Тим у вас. Надо вам наклейки ещё сделать. Вы это, не-не, без меня некуда. Иди-ка ты, иди-ка ты пружины пили. Старперс Тим, ни хрена себе. То есть, Сергеич, ты всё-таки продал, предал, так сказать, своего гоночного автомобиля? Нет. Я просто с Крабаном договорился, что Крабан наделает то, что я не закончил. То есть, Крабан начал. А почему вот здесь Турция вот есть для Крабана, а почему Крабана здесь нет сейчас? Крабан занят. Махом. Ну, опять же, да. Так или иначе, приехал капитан Иван Валерьевич. Всё, как я тебе и обещал. Кастинг, значит, и Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, я к вам просьбу, поскольку это кастинг, у вас сейчас закрытая поза. Давайте откроемся людям. Для кого? Для людей? Для людей. Да, вот, пожалуйста. Не автомобильный. Не автомобильный, да. Итак, друзья, если вам так сказать скучно, можете пососать. Спасибо. Пожалуйста. Короче, всё. Соберёмся мужчины. Приглашаем первую девушку. Да. Вы знаете вообще по поводу чего у нас кастинг? Если у нас есть какие-то BMW машины, я хорошо запомнила. А, BMW машины, это прекрасно. Да. Кастинг для международной автомобильной выставки. Значит, и у нас будет свой стенд. На этом стенде будут располагаться наши автомобили. В связи с чем у меня есть вопрос. Вы автомобиль хорошо понимаете? Ну, я знаю, что BMW немецкая марка. Класс, класс. У вас есть права? Да. Хорошо. Какой категории? Б. Отлично. То есть, вы как бы хороший водитель и на коробке автомат. На коробке автомат ни разу не ездила, на механике. На механике? Да. Тогда к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем отличается механическая коробка передач от ручной? От ручной? Да. Ну, так я сама не скажу. У меня небольшой опыт. Небольшой опыт? Да. То есть, вы не... Да, там кнопочки, а там... То есть, механическая коробка передача это какая? А? Механическая коробка передача. Там три педальки. Три педальки. Да, там педаль сцепления. Так. Да, там есть педаль сцепления. Хорошо. А ручная коробка передача? Ручная? Это с рычагом. Переключать скорости. И там сцепления нет? Да. А там есть сцепление, там сцепление есть. Так чем они отличаются? Сцеплением. Сцеплением, прекрасно. Здравствуйте, пожалуйста. очень много тоже в коллективе девушек, женщин различных возрастов и вопрос следующего характера. Допускаете ли вы в дружбе между молодым человеком секс? В дружбе? Секс подружбами? Да. Секс подружбами? Почему бы нет? У меня вопрос. Одному приятно, второму приятно. Одному приятно, другому приятно, для здоровья. Опять же, да. А как у вас девушка с тормозами? С тормозами, без тормозов. Без тормозов, отлично. Тогда давайте перейдем к следующему этапу. На соседнем стенде будут находиться китайцы. Китайский автопром, они сняли тысячи квадратных метров. И там, конечно же, будет представитель, мистер Ляо, и нам очень хочется произвести на него впечатление, потому что он очень любит русских девушек. И фишка в том, что он любит очень битбокс. Как у вас с битбоксом? Битбокс-то? Да, 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 вот эта тема. Дело в том, что мистер Ляо нифига не понимает по-русски. Это очень хорошо. Поэтому, значит, есть очень хороший лайфхак. Лайфхак, как ничего не знаю, можно, так сказать, битбоксить. Надо говорить, господи, прости, писать и какать, только шепот. Смотри, как получается. А как вас зовут? Здравствуйте. Я вообще императрица северной столицы 2018. А это что такое? А это был конкурс красоты, красоты тела и души. Класс. А можно вопрос, а что такое красота души? Если, знаете, у нас как мужское жюри, мы люди весьма приземленные, я бы даже сказал, в какой-то степени далекие, и поэтому душевная красота нам очень интересна, потому что хочется развиваться. Что такое красота души? Добропорядочность, благородство, доброта, нежность, творческие какие-то проявления в социуме. За мной охотился фотограф. Он побежал за мной. Я объезжала от него по лестнице, потеряла каблук, он отломался, у меня я падаю, он сверху на меня. Говорит, ты будешь моя. Давайте все-таки переместимся в Купчино. В Купчино, хорошо. В Купчино, в Куну или в Мурино, сейчас не принципиально, но Купчино на слуху. Для этого вам сейчас потребуется партнер, актер. Давайте пригласим нашего очаровательного сексолога. А встаньте, пожалуйста. Смотрите, это сейчас практически по Станиславскому. Нам с вами предстоит пережить очень маленький, но достаточно яркий жизненный эпизод. Вы возвращаетесь с Бала. В принципе, лучше, чтобы с вами не происходила вот эта история с фотографом. Ужасная, да. Да, а то вы сейчас просто ему в тыкву засадите, и этим все закончится. Ужасная. Вы хрупкая и нежная девушка. Хорошо. Достаточно хрупкая и достаточно нежная. Значит, это хулиган с большой буквой Х. То есть такой хулиган всего района. И он, значит, хочет отнять у вас... Это не ваша сумочка, нет? Яна. Нет, отлично, будет ваша. Значит, ваша задача. Да, как-то методом ласки и убеждения. Ну, значит, лучше словесного. Без каких бы то ни было. Без контактов. Без языков, то есть. Вот, значит, уговорить его сумочку у вас не забирать, а проводить до дома. Дай телефон, позвонить там с камерой очень надо. Телефонную книжку давай, все, давай сюда. Что? Понравилось? Что это? Хуэль? А это моя фотография. Вам нравится? Смотрите, она специально у меня в книжке лежит, потому что у меня телефона нет. Я пишу вот все время в книжке все телефоны. А ты всегда по телефону, по руке разговариваешь? Это по Станиславскому! Что ты говоришь мне? Женщине правильно все. Она по руке разговаривает. Можно я уйду пожарный танк? А какие вы любите больше автомобили? Немецкие, французские, американские? Немецкие у меня были. Там Тойшн Карт. Тойшн Карт. Танки люблю, знаете? А какие? Зарез в танк, сидишь себе. И никто вопросов не задает. Я занимаюсь организацией опасных шоу-программ. Вау! Слушайте, а несколько слов об этом. Что за опасные шоу-программы и что в них входит? Шоу каскадеров. Тесла-шоу это шоу с молниями, такими красивыми. А шоу каскадеров это что в них входит? Шоу каскадеров туда входит, получается, непосредственно стрельба, драки, падение с высоких зданий, погружение под лед, выстрел, отработка, падение из машин и так далее. А скажите, вот опасные трюки. Вы прям повернетесь в определенный какой-то момент? А, то есть пока жду. Я жду, я ожидаю. А скажите, а были какие-то опасные случаи, прям смертельно опасные во время постановок шоу с каскадерами? Лично у моих или же у моих, так сказать, работников? Бог с ними, с работниками, лично с вами. Лично со мной, расскажу ситуацию. Мне нужно, мол, для канала прыгнуть с парашютом, так сказать, все красивенько отработать, приземлиться и, так сказать, камера приходит ко мне, берет у меня интервью. Вот, один прекрасный момент, у меня парашют раскрывается не вовремя, точнее он вообще не раскрывается. Я пытаюсь найти кольцо, которое оказалось вместо вот этого места вот здесь. Пытаюсь вытернуть его, кручусь, кручусь, кручусь в полете практически на землю, когда народ уже в истерии, как волосы себе выдирал, я выдергиваю, раскрываюсь, присаживаюсь и подходят ко мне, берут интервью, спрашивают, как вы остались живы, собственно. Я такая говорю, это удача, точно. Да, тяжело спорить. Вы какие автомобили любите, немецкие, французские, потому что мы на автовыставке? Я понимаю, да, что автовыставка, но я не такой, так сказать, автомобиль-любитель, так хотелось бы, но я люблю большие машины. Тогда можно вас попросить привстать со стульчика? Давайте попробуем, представьте, высокий Chevrolet Suburban и у него где-то, ну, порог, естественно, машина начинается где-то вот здесь. Я могу быть порогом, я по Станиславскому сейчас тебе порог изображу. Черт побери. Да. Называется встреча в больнице, да. Когда схватил радикулит. Когда схватил радикулит, да. Пожалуйста, вам сейчас предстоит залезть на этот автомобиль, ну, то есть, в идеале сесть за рулем. Ну, нет руля, ничего страшного, у нас все-таки все по Станиславскому, поэтому, пожалуйста, залезай и садись за рулем. Можешь нажать на педаль. Какая точка у автомобиля сломана, скажите, пожалуйста? Задняя. Задняя. Задняя точка. Пожалуйста. Прямо взять на залезание. Ну, я не знаю, как-то как-нибудь да, только это надо будет красиво сделать, там все-таки. Так не пойдет? Можно я не буду музыкой? Браво, браво. Спасибо. Иван Валерьевич. Уметь ли вы танцевать в спортивной рок-н-рол? Покажите, музыку включите. Просим, просим, просим. Просим, Валерь, могу показать только основное движение. Ну, основное движение, даря, акробатичное, ну, вот. Я уже давно это сделал. Музыки, наверное, не хватает. Товарищ капитан, товарищ капитан, мы вас берем. А потом? А потом уже все основные дослали. А меня нет, да. Нет, подожди, подожди. Соперница, надо волосы выделять. Подождите. Подождите. Товарищ капитан, спасибо, спасибо. Молодец. Молодец. Держи конфетку. Конфетки. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Мой сценический псевдоним Аннет. У меня радиошоу уже около двух лет. Мода с Аннетой на модном радио. Я, честно говоря, не знаю, что это. Простите, мы просто мужчины, а у нас... Не модные. Не модные, да, да, совершенно верно. Не все. Не все, нет. Вот у нас есть один модный, остальные так. Как вам мух? Хорошо. Очень к случаю подходит. Отлично. Хорошо. А и вам нравится то, чем вы занимаетесь? Да, конечно. Хорошо. А помните, какого-нибудь самого яркого гостя за последние месяцы, который вам прям понравился? Александр Петров, например, это шубный модельер. Или Олег из ОКВ-4-студио. Я уверен, что это прекрасные люди. Мы же мужчины, мы не знаем никого из них, но спасибо, что вспомнили. А вы наверняка в Гонку путешествуете. Да, вот я недавно была в Гонконге. Ой, отлично. Буквально дней 10 назад. А еще где были? Ну, где вам больше нравится, то есть там, Япония, Италия, Германия? В Мексике. В Мексике. Отлично, очень хорошо. У нас есть капитан, который недавно вернулся из Мексики. Иван, пожалуйста, пожалуйста. Значит, осмотрите, какая цель и задача. Представьте себе такую ситуацию. Значит, Иван Валерьевич, вы, значит, очень скупой мексиканский муж, который не готов дать своей любимой жене ни одного песа. Значит, ваша задача, действуя глазами какой-то мимикой, какой-то жестами, значит, стараться не трогать капитана. Ну, если хотите, можно чуть-чуть. Вот, но, так сказать, уговорить его чисто по-женски, чтобы мы поверили и вы поверили, купить вам новое платье. О, мой командор, ты такой благородный, галантный мужчина. Ты такой щедрый. И я восхищаюсь тобой. Подари мне, пожалуйста, платье. И я буду самой счастливой девушкой на свете. Ты не сможешь устоять теперь, по-моему. Ну, да. Я, наверное, даже соглашусь. Это гораздо лучше, чем шуба. Вы действительно жадный мексиканец, Иван Валерьевич, я хочу сказать, действительно. С этим тяжело спорить. В данный момент я мама двоих детей. Серьезно? А мальчики или девочки? Девочки, принцессы у меня. Две девчонки. Это ювелирная работа, на секундочку. Да, хорошо. Это ювелирная работа. Мои бриллианты. Кстати, а ювелирку и замужем? Да. Прекрасно. В третий раз. В третий раз. В третий раз. А это действительно ювелирная работа. Ты попробуй замуж три раза выйти. В 27 лет. В 27 лет. А первый раз во сколько замуж вышли? В Альянной Дайблайне. Да, кто ж упомнит. А поближе, допустим, во второй раз. Так же, как и в первый. Про третий тогда губы поздно. Прекрасно. Да, ставь шуткафию. Соренье. Кто не помнит так? Хорошо. Хорошо, тогда раз уж давайте. Да, и простите, можно я себе чуть-чуть расскажу? Да, конечно. Я имею музыкальное образование, я имею хореографическое образование, я имею художественное образование, я хочу себя реализовать. Давайте начнем, давайте подождите, давайте начнем реализовывать себя с хореографией. Давайте. То есть это в принципе вполне не сложно. Значит, вам как больше удобнее хореографировать со стулом или без? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Можно со стулом, можно без стула. Можно с вами. Можно с вами. Давайте попробовать сначала соло. Да, да, да. Вы будете петь, а я танцевать. Ау. Давайте просто станцую. Мне в такие моменты кажется, что ваши мужья, понимаете, которые вот те два, которые первые два, которые были вот первые два, потому что у них просто не было выбора. То есть приходила и говорила. Можно делать, да. Если я пришла, то я пришла. Я понял. А про вокал имеет смысл, спрашиваешь? Можно. Хорошо. Чуть-чуть. Ну, какое направление, какой стиль больше нравится? Не знаю, ну, да, рэпчик там или что-то. Могу. Какой? Любой. Ну, например. В поле трава, зеленая трава, загадочно шепчет, птицы щебечет. В звездках никогда полна, тяжелая вода, густые яблака, за ним мутнеет луна. Тихий вечер, вечер готовится к встрече. Огненный меч, как всегда, зажигает свечи. Вздох. О, нежный взгляд. У моей спутницы глаза горят. Я чувствую огонь, закипает душа. Верю в то, что она одна мне нужна. Ты... Ближе, ближе. Четкий плечет. Алексей Михайлович, можно вас попросить? Смотрите, что происходит. Значит, нелегкий момент расставания. Я так понимаю, что вы делать это умеете хорошо. Пока. Нет, это... Но опыт, да, опыт. На самом деле, хорошее расставание. Вот только за это можно конфетку подарить. Нет, я со всеми общаюсь, ко мне все приходят, поздравляют с днем рождения, так что ко мне уважительно относятся и не было такого, чтобы я с кем-то там... Поэтому задача сейчас в вокальном жанре, возможно, с применением каких-то легких пар, под песню «У любви нашей села батарейка» расстаться с Алексеем Михайловичем так, чтобы потом он все равно приходил и дарил подарки на день рождения. «У любви нашей села батарейка» Блестяще! Пойду заряжу! Блестяще! Пойду заряжу! Пойду заряжу! Я просто... Сейчас там в кадре было не очень видно, но после таких вот движений... «У любви нашей села батарейка» Я думаю, подарок бы Алексею Михайловичу на дирижение не принят. Ну, так иначе, спасибо! Спасибо огромное! Спасибо! Я в Питере не так давно, я хожу по кастингам, хожу на съемки. Мне нравится все, что связано с творчеством, с шоу-бизом. Для меня это интересно. Делаю на дому ресницы, занимаюсь сетевым бизнесом. Сетевым бизнесом? Аналит Однажды. Еее! Привет! 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 Да! 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 Получила ли ты свой Мерседес? Пока нет. Пока нет. Ты идешь к этому, стараешься? Я, да. Я только два месяца стараюсь. А в компании приветствуются какие-либо твои творческие вот эти вот посылы, потухи из тебя, они как-то приветствуются в компании? Если творчески подходить, да, это круто. Это больше заходит. Давайте-ка мы сейчас, так сказать, и разыграем сцену. Значит, повернись лицом к опасности. Ага. Нет, я... Я не могу. 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 Давайте такую историю. Естественно, в НЛ требуется очевидным образом новые. Да. Вот это я, сторонник Гербалайфа. То есть, сторонник штаба. Ой, я так и встречала, да. Вот это он. Это я. Это он. Меня зовут Наталья. Очень приятно. Я представитель сетевого бизнеса, менеджер НЛ Интернешнл. Нравится. Слышали про такой? Гербалайф будете? Гербалайф нет. А за это? Слышали про НЛ Интернешнл? Нет. Хотите, я вам расскажу? Да. Это сетевой бизнес, который создает товарооборот. За счет товарооборота мы делаем заработок. И учим команды зарабатывать так же. Я на Гербалайфе нормально. Я на Гербалайфе нормально сижу вообще просто. Можно я пойду? Да, спасибо. Как правильно? Поребник или бордюк? Подъезд или парадка? Кому? Вам как? К нам? Да как угодно. Да как угодно. Что порежешь? Хоть творог. А вы какие машины больше любите? Японские, немецкие, может французские? Стиральные. Стиральные. Ну неплохо. Я до сих пор от холодильника Атлант отделаться не могу. Понимаешь? Страшное дело. Хорошо. Расскажите пожалуйста о себе. Мне 25. Ага. Не за. Ничего страшного. Все впереди. Что сюда привело? Да. Я не знаю. Просто пришла? Это профессионка пришла. А, хорошо. Как вы относитесь к сетевому маркетингу? Я к нему нет курс не отношусь. А не хотите, да? Давайте разбирайте. А тут на НЛ, да, принимают. Боже мой, прости. Я могу сказать кто. Кто может принять. Я прошла курс КМБ. КМБ у вас сейчас? Что это такое? Курс молодого бойца. Ну я бы... Команда стартеров. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Привет. Вам-то ли не знать? А ДМБ вы еще спросите завтра, что такое ДМБ? Вы участвовали в гонке героев? Каких героев? Ну которые бегают. Знаете у нас такая гонка героев. Время патриотическая игра. Да, да, да. Ну вы же пошли к КМБ. Зачем? Зарницы. Зарницы это у нас, как команда стартерс. Да, да. Вот. Вам дозарницы далеко. У нас соседок. А потому что у нас выставка, понимаете, международная. И там надо со всеми официально. Там Ли Чин Чинь Муль. Каких лет запомнишь? Официально. Официально. Да, садись выставка. Дай подержи руки. Хоть сентябрь. Что такое? Человек такой есть. А человек такой есть. Да я сочувствую. Ты на выставке так скажи. Китайцы настражу. У нас 50 км, а у них тысяча. Я скажу, почему так мало? Потому что. Нужно еще хрюкнуть. Китайцы любят. Что делать? Ну, она. О, так. Тихо. У меня подруга сейчас работает в Китае. И она мне рассказывает, какие у них повадки. Да. Что это очень сильно отличается от того, что считаем мы приличным. Что самое неприличное у китайцев, черт поверить? Вот, чтобы мы были подготовлены. А то у нас 50 квадратных метров, у них тысяча. Мы как зайдем к ним в этот, понимаем, и потеряемся. Ну, не очень чистоплотные. Расскажите нам анекдот. Молодой специалист ему поручают задания. Необходимо найти человека на должность заместителя генерального директора в очень серьезной компании. В очень серьезной компании. Молодой специалист хватается за голову. Он просто, он собирает, он рассылает запросы везде, где только можно. У него просто куча резюмы, куча пачки. Как я вовл. К начальнику, к начальнику, к начальнику. Он говорит, дайте мне еще, пожалуйста, кого-нибудь. Ну, я не смогу вот это вот все перебрать, уже завтра нужно подавать кандидатам. Начальник подходит опытный. Вытаскивает вот так 10 бумажек. Говорит, вот, это твои кандидаты. Как? Как? Ну, ведь столько же людей, они все талантливые, они все достойные для того, чтобы хотя бы посмотреть на них. Слушайте, вот этим побезло, а с неудачниками мы не работаем. Какой хороший жизненный анекдот. Давайте поаплодим. По образованию я юрист, но творчество у меня больше по душе. Юрист, а какой, значит, гражданский или уголовный? Гражданский, хозяйственный плав. Черт, не подойдет. Я актриса, снимаюсь в сериалах, в полнометражных фильмах, в комедийных войнах. По-разному. Модель. Швея. Стилист по волосам. Занимаюсь боксом. Замужем? Нет. Оставьте легко. Очень вкусно для того. Ой, а машинка так прекрасно стирает. На самом деле по боксу, да, и есть вопросы, у нас есть небольшая игрушка. Хорошо, давай попробуем, на секундочку, изменить тебе пол. То есть ты сейчас будешь тренером мужчины. Тренером мужчины, надеется, и ты сейчас, давай такой накачанный тренер метросексуал. И ты, знаешь, да, да, такой, да, такой, знаешь, такой стероидный воин, значит, и тебе нужно заманить к себе на тренировку, значит, девушку там попу надуть, подкачать, то сюда, то сиськи книзу тянут, ну все такое. Девушка вот, ну девушка там, условно говоря, да, работай на меня. Я девушка, если что, подыграю. Упражнение немножко не так делать, если вы хотите ягодичные мышцы подкачать, к лету подготовиться, необходимо присед делать, чтобы коленочки не выступали вперед. Давайте я вам покажу, подстрахую вам. Вы что, вы меня трогаете? У меня муж есть. Мы же тренируемся, я тренер, я не мужчина, я не мужчина, я не мужчина, я тренер, не мужчина. Жаль, дайте мне другого тренера. Хорошо, молодец. Мне 28. 28? 28, даже юристы говорят, что это строго-хорбашный возраст. Меня привело в то, что это блогерство. Какое? Ааа, кто блогер? Кто? Кто знал? Кто блогер? Кто сказал? Кто сказал? У нас же, я совсем забыл. У нас же женский коллектив, мы же забыли. Опять же, да, поэтому давайте вернемся, так сказать, к блогерским вопросам. Ну что, поговорили про футбол, да? Нет. Смотри, у нас мужской коллектив. Отлично. Очень много в нашем мужском коллективе также работает еще женский пол. Иногда бывает. Но иногда, у нас не было такая, что у нас часто и много. Да, часто и много работают с нами противоположными полами. Вот Турас Михайлович, например, весь секретарш. Да. Можешь ли ты позволить в дружбе с молодым человеком секс? Нет. То есть это категорически против нет. А в ссоре? В ссоре мы смотря как поссорились. Понял, да. Я все время этим пользуюсь. Не звони мне. Можно тебе, можно. Хорошо. А какие автомобили нравятся? Немецкие, японские, китайские? Немецкие. Почему женщины приходят и говорят, что немецкие автомобили нравятся? Я вот еще с детства, понимаешь, когда еще у меня была первая борьба, я почему-то понимаю, что женщины... Знал и чувствовал, да? Знал и чувствовал. А почему именно немецкие? Вот что это, внутреннее веяние души или что в этом? Нет, просто Мерседес красивый. Мерседес красивый. А какой Мерседес? Их много. С АМГ-подвесом. Хорошо, а если бы вот у тебя был друг на Мерседес АМГ Гелендваген, который бы с тобой не поссорился и сказал, слушай, у меня такой день вообще с сестреным сложный был, день сегодня, понимаешь, ну мы с тобой друзья, а моя там что-то куда-то уехала с каким-то козлом, давай, ну как бы, ну что-то по-братски, по-сестрински. По-сестрински? Ну да, то есть как бы, что бы вы... Мнешне без пьянки, что бы по-сестрински. То есть, а по-мужчински? Тоже нет, даже если у нее там АМГ. Если это друг, нет. Нет. Ну вы наверняка знаете, что есть несколько типов коробок передач. Ну это очевидно, мне кажется, что знают все. Как вы думаете, чем отличается механическая коробка передач от ручной? Можно звонок другу? Пожалуйста. Звонок другу, конечно, можно, можно даже 50-50. Если подумать заново. Кому звонить будет? Другу. Другу. Другу, с которыми у нас отношения не сражаются. Другу, с которым еще не ругалось. Это сложный вопрос. Логически давайте рассуждать. Давай. Автомат, это то, что без ручки. Ну, не сказал бы. Пусть будет так. Давайте придерживаться чего? Автомат, то, что без ручки. БМВ. Там не ручка, там другое. Автомат, скорее всего, это заводится автоматически. Через компьютер, скорее всего. А сколько педали? Где? Две. Где? Ну, где, на какой коробке, сколько? А где ручка на механической коробке? Вот сбоку. А на автоматической? Нет. С кнопочком. Значит, а как у вас обстоят дела с битбоксом? Вы сказали, плохо. Отвратительно. Отвратительно. Ну, вы можете как-нибудь по битбоксить хотя бы чуть-чуть? Ну, что, симпровизировать? Ну, очень надо. Это другое. Это еще, это до этого рано, да? Это не битбокс. Это еще рано. Хорошо, смотрите. Ну, поскольку мистер Ляо нифига не понимает по-русски, это очень хорошо. Мы можем ему проговорить, но я как бы биксую. Давай. Ну, вот, я как бы биксую. Муа-муа, это не биксука. Творчество? Ну, в данный момент я занимаюсь поиском работы, окей, если честно. Валерия, за откровенность лайк. Я сейчас пойду по списке, я извиняюсь. А где у нас? У нас есть Вероника, есть Толиса. Скажи, пожалуйста, а вот кем вообще работала? Какие профессии у тебя за спиной? Вообще, я закончила бухгалтерию, но я не работала в специальности. Я работала в хосте с престарами, работала администратором. Ненавидишь людей, да? Я, ну почему же, я очень люблю биться. Вот мы тебе вернулись. Ты же хорошо. Костас в ресторане. Костас в ресторане очень любит. Очень любит людей. Значит, суть в чем? Поскольку мы, так сказать, команда, как называемся? Старперс вы. Спасибо. Команда Старперс. Команда Старперс, да. И мы участвуем в международной выставке. Международная автомобильная выставка 2019. У нас там будет всевозможная движуха на стенде. Поэтому, значит, поскольку автомобиль, естественно, преимущественно штука мужская. Но, как правило, они тащат с собой своих жен и детей. Ну, когда смотрят, мальчик, пятер, полгода нигде не был, ходят на выставку, ходят на автомобильную международную. Мужики приходят с женами, ну, соответственно, да, поэтому нам надо как-то вот, ну, так сказать, как-то настолько нежно и гармонично привлекать внимание, чтобы те мужики, которые будут у нас, мы их и завлекли к себе. И они не получили, так сказать, в щи. Они в щи не получили циранидов. Вам, как хостесу, так что вы работаете, я думаю, проблем не составит. Потому что мы наверняка... Я думаю, когда-то залпу добыть, но... Никогда. Давайте сценку разыграем чуть позже. Да. Сначала перейдем, так сказать, к умным вопросам от умных мужчин. Смотрели фильм «Форсаж»? Нет. Значит, дырцы избрана с вами здесь. Ну, первым. Чем бы вы хотели заниматься вот реально? Вот почему бы ваша душа лежит? То есть, как бы, я в нем очень зрелию, я в поисках работаю, достанусь от гавны. Петь. Петь? Да. А хотелось бы или как-то вы идете в эту сторону? Я стараюсь идти в эту сторону. А есть предрасположенность к этому? Знаешь, есть даже такая штука, то есть, как бы, понимаешь, иди к своей мечте. Не можешь идти, там, ляв или вжи в сторону мечты. А кто-нибудь знает английский здесь хорошо? Товарищ капитан. Черт. Он, да. Он реально товарищ капитанц. А вы знаете английский, да? Он в морской ходит. Ходили. Это очень плохо. Like speech how. Потому что я не знаю английского и хочу спеть на английском. Ничего страшного. And the sky fall, heaven I all, I want one please and I... Ну, нормально. Да. Вполне. Да. Вполне по-дельевски. Вполне. Я бы даже. Вполне. Впрочем, и не настолько, чтобы получить по щам. Да. Или в щи цианика для него. И, как бы, очень весьма гармонично, хорошо. Что такое субординация? Субординация? Ну, это как контроль, наверное, на том, что ты должен... Твою мать. Да, конечно. Все, все. Вот это правильный ответ. Все нормально. Давайте капитан. Что такое бомб-лигра? Да что такое? А можно так, чтобы хотя бы кто-то... Можно нормальную жизнь. Что ты делаешь? Кому никто не понимает. Никто не понимает. Давай жизнь... Компас или компас? Мы не понимаем. Мы не понимаем. Мы не понимаем. Мы не понимаем. Каких ты, знаешь, нормальных... Кто для тебя нормальный блогер, а кто вот... Чему? Так. Ну, мне, в принципе, нравится, когда какие-то жизненные ситуации снимают. Я не люблю бьютиблогеров. Я считаю, эта информация абсолютно бесполезна. Компьютер или телевизор? Фом. Подшипнички, конечно, надо бы поменять. Это просто девчонок хуже стало? Ни много, ни мало. Мы отсмотрели 30 девушек. 30. Значит, в видео войдут только, так сказать, лучшие, самые яркие претенденты. Ну, если мы будем всех показывать, это очень много времени изделия. Но давайте, так или иначе, подведем какие-то хотя бы промежуточные итоги нашей уважаемой жюри, уважаемый этот, так сказать, кастинг-директор, идите к нам, то есть человек, который нас обанкротил на все вот это вот мероприятие. Скажите, пожалуйста, по какому принципу вы отбирали девушек? Добрый вечер. Дело в том, что это интеллект, в первую очередь. Конечно же, это внешность. Модельная, пигурская. А что сначала было, интеллект или внешность? Ну, вообще, я хотел бы интеллект, но, по сути, внешность. Спасибо. Пожалуйста. Итак, были разные. Были и дерзкие, и не дерзкие, и достаточно очень приятные личности. Женщина-бокс, там, девушка в белом. Да, девушка в белом. Девушка в белом, кстати, в принципе, так. Хорошо, значит, товарищ капитан. Слушай, самый лучший ответ был на вопросы по субординации у последней девушки. А какой он был? Я сказал, что твою же мать. Твою же мать. Ну, это самое честное. По интеллекту, однозначно, да. Но здесь не важен интеллект, иногда тут смекалка тоже очень важный фактор, понимаешь? То есть, вот произошла ситуация, и в нем надо быстро как-то... Друзья, в любом цирке, в любом шоу, а наша выставка, ну, так или иначе, мы всегда занимаемся цирком или шоу, ну, плюс-минус и так далее. Есть такое понятие. Оно называется актерский ансамбль. Что это под собой подразумевает? Что если одна девушка... Ты, корова и Кассин директор, да? Ну, как-то так. Ансамбль как? Веселый волочник. Бригада-фермер. А давайте начнем, блин, с этого, да? Нет, давайте подведем неутешительный итог. В чем смысл? Если одна девушка, соответственно, более такая ветреная, ну, соответственно, такая, му-ху-ху, приколь, цветочек, коровка, му-ху-ху, то вторая должна быть серьезной. Серьезной в том плане, мне кажется, что это... Подоить. Молоко подоить. У меня аллергия на молоку. Как? Это же, да, девушка в делах удобнее, вот, однозначно. Она прям, конкретно задумывается. А лонг? Она может взять, может, эту корову и выжать. Из-за рога. Ты сейчас вот так другое взял, как фрэш из коровы. Вот так, внари, вот так, и все. Значит, я так понимаю, единого мнения здесь нет. Нам надо посовещаться. Нам надо посовещаться, хорошо. Итак, после совещания, я думаю, сейчас мы наложим ведоинтриги. Не побоюсь этого сказать. И кого мы выберем, вы узнаете уже... Международная автомобильная выставка 2019. У-у-у! Всем по соску! Как границ. Которого попить можно молоко. Нормальная тема. Это не международная сельскохозяйственная выставка. Это фрэш. Автомобильная. Ты когда последний раз молочный фрэш пил? Давно. Свежая. Вот, вот. Кстати, еще... При советском садике. Не в садике, в школе. При советском садике, сука, да. Прямо спод коровы, вот там, и потом... Вот так, кстати. Да, охуя, тоже нет. Нет, они почти всех... А в белом еще? В белом? В белом... Нет, это потому что у вас испорчен путь. Два человека на дворе уже другой немножко... Нет, нет. Да нет, ну нормально. Друзья, хватит сраться. Что? Я сейчас вангую, что в комментариях у нас происходит то же самое. То же самое. И если у вас есть мнения какие-то, есть немножко времени совсем, у вас все-таки остается, несколько пересмотрели концепт, пишите комментарии, кого, как по вашему мнению нам лучше взять на выставку. Но я подчеркиваю, это должен быть контраст характеров, контраст типажей. Все в таком духе. Пишите, мы обязательно прочитаем. Всем мира, добра, удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нас ждет международная, черт побери, выставка. Для нас она уже не первая, но мы, как всегда, к ней подходим с долей креатива и иронии, причем с самой иронией, чего и вам желаем. И никогда не сдавайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok